А вот и виновник торжества. Ну, отчасти, конечно, мы давно планировали этот созвон. Я думаю, запись стоит включать, Лёх, пока разгоняемся потихонечку, все подтягиваются, а мы пока пообщаемся, может быть, даже уже какие-то вопросики поотвечаем, как вариант. А, ну, огонь. Ну, тогда, значит, и не будем особо никого ждать. Кто знал, тот знал, тот пришел и не опоздал. Молодцы, всем хлопаю. Ребятушки, у нас концепт какой? Мы сегодня в свободном спиче общаемся с, как уже сказал, экспертом. Это человек, который занимается звуком достаточно давно. Но, как сказать, эксперт тоже. Экспертом, чтобы стать, наверное, нужно прямо отбомбить приличное количество лет. Я думаю, мало кто у нас похвастается в нашей русскоязычно говорящей среде, да. Хотя я уверен, что они такие есть, но пока их здесь нету. Среди нас, значит, эксперты мы, вот. И поэтому свободный спич в формате подкаста, созвона. Общаемся вы, подключаетесь вы, кто хочет задать вопрос войсом, голосом, да. Я думаю, мы немножко разделим наш диалог на части. В конце мы с удовольствием пообщаемся, ответим на ваши вопросики, зачитаем ваши вопросики, разберем ваши проекты, если такие есть, вот. И я буду очень рад, если вы будете включаться, задавать вопросы. Вот. А сейчас что предлагаю? Немножечко познакомимся для начала, вот. В дальнейшем пообщаемся на такие интересные темы вообще, как попасть. Первые проекты, первые сложности туда-сюда. Потом немножечко разберем проекты, которые мы делали, да, которые Игорь делал. И в конце как раз-таки ответим на вопросы. И затронем каждую нишу, такую как кино немножечко поговорим, игровую индустрию. В общем, будет интересно. Все, Игорюх, передаю тебе слово. Давай, рассказывай, кто ты есть такой. Делись своим опытом и знаниями. Слушай, всем еще раз привет. Надеюсь, меня слышно. Всем хорошо. Меня зовут Игорь. И уже почти 8 лет я в саунд-дизайнерской тусовке. Как правильно сказал Антон, экспертов у нас в России сейчас буквально по пальцам пересчитать можно, потому что в Россию саунд-дизайн пришел буквально недавно. Я в 2015 году заканчивал, когда университет по звукорежиссуре, по специальности звукорежиссер. Я там уже хотел делать, ну, что-то слышал такое про саунд-дизайн. И хотел делать дипломную работу по саунд-дизайну. Мне сказали, что это какая-то дичь вообще, ты откуда это слово взял. Ну, и в итоге я там делал какую-то обычную запись, которую делали все, там, какую-то группу писали. Вот. А после университета я все-таки начал шерстить, искать места, где можно применить свои навыки тогда весьма скудные по саунд-дизайну. И совершенно случайно так вот попал в компанию Principle Sound Design. Ну, как это случайно? Они искали человека, который умеет что-то на сентах крутить. В то время они работали над библиотекой звуков для саунд-морфов Future Weapons 2. И я сделал тестовое задание. И меня взяли. Вот. Я переехал в Питер. С тех пор я в Питере. Вот. И будучи в этой компании Principle Sound Design, я научился всему вообще, что только возможно. И именно работа в этой компании мне дала некую базу понимания, что такое саунд-дизайн. Слушай, круто. Извини, перебью тебя. Это получается, ты, грубо говоря, весь свой основной скилл и весь свой основной опыт именно получил сразу в игровой студии. Правильно, что ты понимаешь? Да, сразу вообще, прям в боевых, полевых условиях. Офигеть. Причем я до этого вообще не понимал, как работает там, ну, звук в играх. Вот это вот всяко сочности, вкусности. Да даже, как и многие из нас всех, я играл в игры на телефоне без звука. А мы делали звук, и причем старались делать его невероятно суперкрутым. Даже вот для обычных самых, вообще самых простых проектов на телефон. Ну, будучи там, вот мы делали, потом уже была вторая библиотека для саундморфов. Это Steampunk Weapons, Weapons, Weapons. И потом, там я проработал где-то года три, наверное, и пошел уже в свободное плавание. Поработал на YouTube, на YouTube в Soul Publishing. Не знаю, может быть, кто-нибудь знает такую компанию. Они, у них очень много каналов на YouTube. И, в общем, я делал там звук для этих, для этих каналов. После чего я уже работал в Майтоне последние, может, полгода. Это российский разработчик игр. В Якутии он зародился. Вот, но с недавних пор он переехал за границу. И мне пришлось оттуда, ну, либо релацироваться вместе с ними, либо увольняться. И вот сейчас я уволился, и в процессе уже налаживания самостоятельной работы, как, ну, не как фрилансера. Я надеюсь, все-таки что-то большее получится, чем... Я понял. Слушай, ну, круто. Ты, получается, у тебя такой путь витиеватый. Ну, вообще, в целом, я накидал некоторые вопросики. Я думаю, многие подключатся еще к полному списку. Но вообще интересует, допустим, многие ребята задаются частым вопросом таким, а где же найти первый проект? А как вообще, ну, с чего начинается путь? Я понял, что у тебя он такой. То есть ты вроде как познакомился немножко и сразу попал в игровую студию. А до этого были какие-то прям, ну, практическая часть, проекты? Может, первый проект, который запомнился тебе? Либо первый такой опыт, который ты чик себе галочку, помимо вот того, как ты попал в студию? До того, как я начал работать в студии? Ну, вот у нас в университете были периодически... Был такой предмет, как аудиовизуальное искусство. И там, собственно, и в нынешнем понимании, что такое саунд-дизайн, там вот именно оно и было. То есть это фоля, ну, фоли-звуки, всякие какие-то вот дизайны на синтезаторах, обработки какие-то. И вот были несколько заданий по переозвучке кусков фильмов. И я на тот момент уже взял трансформеров первых. И, конечно, офигел от того, насколько это нелегко. Особенно, когда ты вообще не понимаешь, каким образом это все делается. Я там записывал всякие ложки, вилки. На синтезаторе что-то вообще самые простые какие-то... Ну, там, пила с фильтром в облую делал. Ну, в общем, вот это вот самый первый раз, когда я что-то делал по саунд-дизайну. Что-то такое, ну, похожее. Я понял тебя. Ну, короче, тебе отложилась вот эта первая такая практика непосредственно. Ну, полезно. Вот многие тоже задаются вопросом, что идти учиться, не учиться? Нужен диплом, не нужен? Ну, я не знаю, как сейчас дела обстоят в вузах российских. Есть ли там такое направление, как саунд-дизайн. Есть ли там все так же, как и когда я заканчивал универ, это, ну, в 2015 году. Если там все так же, то я думаю, что... Ну, есть смысл понять, как работает звук, как работают различные обработки, как коммутировать звук на площадке, например, если вдруг нужно будет подрабатывать. Вот именно понимание физики и психоакустики звука для этого, да, стоит, наверное, отучиться и как-то окунуться вообще во всю эту атмосферу, потому что помимо знаний там еще нарабатывается большое количество каких-то знакомств интересных. В университетах же там есть и те, кто... Будущие монтажеры, будущие режиссеры. И с ними со всеми познакомиться тоже на будущее будет полезно. Но по большему счету я считаю, что сейчас на просторах интернета есть масса полезной информации. Ну, на ютубе на том же... На русском пока еще мало, но на зарубежных всяких... Очень много каналов интересных, классных, где можно с нуля вообще понять, как записывать звук, как его обрабатывать, какой... куда подходит. Ну вот, да, ты поднимаешь такие темы, на самом деле, ну, достаточно важные с точки зрения, чем должен обладать, какими знаниями, каким пулом вообще представления именно нашей индустрии. И как ты вот сейчас видишь, допустим, себя на старте, да, когда ты только там в пятнадцатом прикоснулся к звуку, и как ты видишь сейчас вот тот пул знаний и тот набор, скажем так, который с собой должен таскать нынешний саунд-дизайнер. Ну, вообще, наверное, мы слишком узко, да, вот берем вот эту нашу нишу. Она, по сути, своей звуковая, и везде примерно одни и те же принципы, да. У нас есть свои какие-то фишечки, да, тонкости в нашей профессии. Но в целом какой вот этот чемодан полезности на твой взгляд должен обладать вот нынешний представитель звуковой индустрии? Как ты считаешь? Вот коммуникацию, да, ты уже озвучил, все правильно, я тоже с тобой согласен, что налаживать коммуникацию, связи, общение из ребят, которые из нашей индустрии. Вот я сам вспоминаю, вопрос запомни, сам вспоминаю, когда тоже начинал первые проекты цеплять, я тоже такой вдвоодушевленный, тоже научился там что-то делать на квестах в реальности, вроде какой-то звук даже, что-то начал уже там лейерить, нифига себе, хотя сам не понимал, что я делаю, вот. Но в итоге начал искать, да, тоже по тематическим каким-то пабликам, нашел первого там своего какого-то мошен-дизайнера, с ним сделал какой-то первый проект и такой, о, нифига себе, а то, что так можно было. Ну, то есть я понял, что, оказывается, насколько просто можно с помощью там обычной переписки наладить контакт с человеком, классно войти с ним, ну, вот в этот контакт и уже на протяжении там 7 лет работать с ним и делать проекты. Раньше там за 5 тысяч, а сейчас уже за 75. То есть, ну, такая схема. Вот. Ну да, я все помню про вопрос и еще раз закрепляя этот момент про коммуникации. Внезапно забыл, что хотел сказать. А, мы все вот саунд-дизайнеры, такие компьютерные черви, которые постоянно сидят, ковыряются там, особо в мир там не выходят, ну, если что-то записывать там в полях, но основную часть работы мы сидим за компами, все это ковыряемся, делаем, и самое сложное, наверное, и одно из самых главных, это выходить в люди, показывать людям, что ты делаешь, общаться больше, вот, где-то выкладывать свое творчество. Даже, ну, здесь можно привести аналогию еще и с музыкой тоже, когда ты пишешь, ее нужно писать не в стол, а именно показывать, получать какой-то фидбэк, от него заряжаться, делать дальше, расти, и вот, в общем, нужно быть открытым, общаться, вот это одно, ну, первое такое, что важно, ну, наверное, не только саунд-дизайнеру, а в принципе, всем, кто вот... Да в любой индустрии, я вот сколько тоже встречаю ребят, ну, либо там ученики приходят ко мне, и у кого-то результаты там, ну, то есть через пару месяцев они уже добиваются, то есть какие-то проекты первые там, кто-то долбится одним и тем же вопросом, а что делать, а потом смотришь, а человек, ну, как бы вообще не показывает никак, я всем говорю, блин, показывайте, что вы делаете, рассказывайте, как вы это делаете, чтобы стать специалистом, крутым специалистом, нужно выделиться, но выделиться не в том плане, что там нафоткаться, я вот такой красивый, посмотрите, а выделиться своим делом, а как это сделать? Показать, что ты делаешь, у нас век интернетов, век тем более непростой, и, конечно же, ну, как бы, офлайн-мероприятия те же там, вот там, геймдев какие-то мероприятия, кинофестивали, туда-сюда, то есть можно ходить, и стараться ходить, конечно же, но в то же время не забывать, мы живем вот в таком мире, и здесь решает, конечно, то, как вы себя позиционируете, не обязательно, конечно, делать крутой там личный бренд, оформлять все, и выпускать, ставить задачу там 24 на 7 ролики, клепать какие-то, то есть, ну, нужен баланс, баланс должен быть во всем, я вот сколько начинал, когда работать тоже, я старался, помимо поиска клиентов, постоянно делать редизайн, помимо там свободного времени, постоянно, ну, то есть при появлении времени какого-то, постоянно что-то изучать, то есть я знал, что, чтобы мне догнать, там, ребят, которые уже как-то что-то добились, какие-то, какой-то крутой саунд делает, для меня было понимание, важно захватить каждый аспект, который у меня проседает, который у меня там где-то уже сильный, я на это делаю ставки, да, следовательно, и вот так вот выстраиваешь потихонечку, потихонечку, но в любом случае, да, все правильно, показывать, кто ты, что ты, вот, так, что там, вопросик, давай еще какой-нибудь задам, ну, сейчас, а, или ты не договорил, я тебе перебил ссорисов, не обсудили этот портфель, да, да, кстати, ну, самое главное, это нужно тренировать уши, слушать, все, везде, всегда, причем, ну, не просто так, там, смотришь фильм, например, послушал, такой, ну, ну, да, классный здесь, там, какой-нибудь импакт, или взрыв, или там, зарядилась пушка, интересно, я в свое время, когда нарабатывал тут наслушанность, я прям качал фильм, вытаскивал оттуда звук, в лупе прослушивал, ну, например, там, из последнего, я, трейлеры Call of Duty, мне очень нравится, как они звучат, я прям качал этот трейлер, засовывал в секвенсор, там, в лупе какой-нибудь, какой-нибудь взрыв, или там, момент особо интересный, включал, и, там, с помощью разных, ну, помимо того, что я его слушал, еще и через анализаторы, как-то прогонял, смотрел по частотам, где там, как оно все звучит, и со временем, после вот таких манипуляций, начинаешь слышать и понимать уже в процессе своей работы, как здесь вот там, например, там, на 60 герцах нужно там, побольше там дать, здесь вот там все задавить, тут должно быть полегче, в общем, первое, это наслушанность, нужно тренировать ушки, второе, это техническая часть, ну, она важна, просто, чтобы правильно пользоваться теми инструментами, которые есть, ну, нужно понимать, что такое пространственная обработка, динамическая обработка, как правильно сделать, там, жирный звук, там, ровный по амплитуде, как в пространство его посадить, то есть, вот такие технические вещи, нужно, помимо базы, базы какой-то, ну, типа вот обработки, также нужно постоянно вообще держать руку на пульсе, потому что сейчас век технологии, он развивается настолько быстро, что вот с каждым днем появляется что-то новое, какие-то новые интересные фишки, штуки, и услезить за этим довольно сложно, и вот помимо того, что нужно еще работать, слушать что-то, еще нужно постоянно все новости всякие читать, про вот какие-то плагины новые, новые обработки, но... Коммуникабельность, продуктивность, я буду подытоживать. Но при этом не стоит вообще качать все подряд, засорять в свой рабочее пространство кучей обработок и там изучать вообще все, что все на свете. Ну, не то что изучать, а стараться применять все везде. Гораздо будет более полезно выделить какие-то там некоторые там плагины и изучить их прям досконально. Ну, например, синтезаторы. Не стоит качать все подряд вообще вот там, потому что ты вот увидел у одного там на видосе один синтезатор, у другого другой синтезатор. Все вот там, ты штук 20 их понакачал, и... А как ими пользоваться, толком-то и непонятно. Лучше взять один, прям его полностью изучить. В процессе этого ты поймешь, что тебе чего-то не хватает, ты увидишь какую-то там функцию, которая есть в другом синтезаторе, значит, ты пойдешь уже в этот синтезатор. Также и с обработками там, вот здесь есть какой-то там фильтр крутой, и... А тут его нет. И, значит, ты вот качаешь там обе эти штуки. Короче говоря, вот по поводу технической. Дополни, да, вот что ты правильно говоришь, что стоит изучить вот матчастную, техническую часть какого-то одного плагина, но самое крутое, если ты еще это на практике делаешь, то есть на реальном проекте, на реальном примере, потому что я вот за собой, ну и вообще в целом, изучая индустрию, очень часто замечал, да и сейчас я с этим сталкиваюсь, но это на самом деле относится к любому человеку. Любая информация, полученная там в определенный промежуток времени, должна в какой-то определенный промежуток времени также и закрепиться на практической части. Я очень часто, вот до сих пор замечаю, когда, к примеру, у нас там, ну вот в игровой студии все кинулись там, да, делать быстренько игру туда-сюда, но на Unreal 5, там на 4 точнее, потом бац, у нас что-то поменялось, там команда, что-то, какие-то технические трудности, все, переходим на Unity, там, и ты понимаешь, что те знания, которые ты только начал, новые какие-то осваивать, да, новые фишки, новые решения там, задач, определенными всякими там, своими системами, ты благополучно все это сейчас забываешь, забываешь, просто сейчас, если вспоминать, да, ты поймешь, что тебе по новой придется, что-то наверстывать, и вот это относится к любым новым знаниям, если есть возможность сразу это закреплять, то это очень важно, а не просто погружать в себя, да, все, как ты сказал, запихивать, запихивать, а по факту, ну, что ты получил, какой результат, набил свою коробочку, а на деле, то есть, фиг его знает, как и что. ну, да, да, и я даже до сих пор, вот, в плане маршрутизации, то, что вот мы все так с дискордом пытались вот это все настроить, у меня всегда с маршрутизацией проблемы, это моя какая-то ахиллесовая пита, потому что, ну, я раз в год залезу, все это настрою, там, разберусь, прям все там, что, ну, как идет, потом, через год у меня как-нибудь там, винду я переустанавливаю, все опять нужно перенастраивать, и я опять сижу, и все это заново разбираюсь, и, если, ну, да, ребята не дадут соврать, у нас тоже были сейчас последние там пробы созвонов, и они были провальные, то у меня там какая-то техническая часть, но это все ладно, позади, так, я понял, услышал тебя, что еще тебя спросить, как попал, спросил, что еще, давай по каким-то личным таким, не знаю, ну, первый проект тоже, что тебе больше вообще в работе, на что ты больше, ну, выделяешь для себя в стиле работы, в подходах, к примеру, ну, не знаю, грубо говоря, лейринг или синтез, живой звук, или, там, библиотеки, то есть, ну, вот, у старых, на старте у ребят, ну, бывают такие трудности в плане, там, нету рекордера записать что-то, там, а с чего начать, а где взять библиотеку, это понятно, все сталкиваются, но в процессе, все в любом случае наращивают какую-то мощность, мощность своей, да, и понимают, что им, там, проще, качественнее, красивее, и четче сделать звук, когда они возьмут рекордер, шуршат, все это, там, почитывают, постобработчика, лейринг, и это сочно, вкусно, нежели, там, сидеть часами, листать библиотеки, хотя, у кого-то наоборот, то есть, он настолько ориентируется в тегах, настолько ориентируется, ну, вообще в библиотеках, что это все настолько оптимизировано, что это клац, клац, свои даже, да, библиотеки кто-то часто использует, вот, быстро в работе, вот, я бы хотел услышать от тебя такие моменты. Ну, лично у меня, я всегда все это компоную, ну, то есть, у меня нет определенных, то есть, я только библиотеками пользуюсь, или только синтезию, или только записываю, у меня всегда, вот, то одно, то другое, то есть, во-первых, у меня, ну, уже со временем накоплена большая библиотека звуков, не только своя, одной, такие вот, Boom Library, Sound Morphe, все вот знаменитые ребятки, и со временем я все это настолько выучил, можно сказать, то есть, я знаю, в какой библиотеке, какой звук мне нужен, я даже, ну, и мыслю библиотечно, то есть, смотрю на видос, я уже знаю, что сюда ставить, что здесь будет, как оно будет звучать, где там акценты, такие расставить. Скажи, я перебью тебя, есть такая тема, ну, вот, ты говорил уже, что слушать, наслушанный звук, по-другому начинаешь слушать, и есть такой момент, что с опытом, ты ускоряешь процесс работы, раз, ты по-другому слышишь звук, два, ты даже можешь его увидеть у себя в голове, и, самый такой, мне кажется, топ, скиллов, когда, ну, даже не топ, next level у саунд-дизайнеров, когда мы в голове уже умеем представлять конечный результат, и сразу слышим уже то, что мы сделаем сейчас в проекте, ну, или, по крайней мере, попытаемся вот привести к тому результату. Да, безусловно, и, мне кажется, это, к этому любой саунд-дизайнер и придет в конечном итоге, то есть, это неизбежно такое, такое мышление, так же, как и в художественной, художественном искусстве, когда ты видишь уже окончательный результат, картину, и ты знаешь, как нарисовать, какие там, взять краски, что смешать, знаешь, техники, как добиться того или иного результата. Вот, и продолжая насчет библиотек, библиотеки, это, так вот, да, вот, нужно знать в своей библиотеке, это значительно ускоряет, упрощает, ускоряет, да, да, в случае, когда чего-то ты уже не знаешь, не можешь долго найти или вот не знаешь, какой звук туда вставить, тогда уже я иду записывать что-то. Если я вот точно знаю, что это, этого нигде не взять, и мне проще рулить на синтезаторе, тогда я иду в синтезатор. Опять же, есть различные еще задачи. Иногда заказчики говорят, что нам нужен уникальный звук, нельзя использовать никакие библиотеки, все должно быть свое. В таком случае, все, уже ты бежишь с рекордером, с микрофоном, все это записываешь, крутишь синтезаторы, и вот, ну, тогда вот так надо делать. Я сейчас не скажу уже, что быстрее и что удобнее для меня, потому что я могу в любых условиях, при любом наличии чего угодно, грубо говоря, там, из топора суп сделать. И... Что я еще хотел? Потерял мысль. Да, я понял. Короче, ты универсал, как и любой уважающий себя саундизайнер. Я считаю, что на самом деле каждый вообще начинающий саундизайнер должен закладывать наперед сразу то, что особенно на старте придется работать с очень большим количеством контента, и он совершенно разношерстный. И чтобы войти в индустрию, чтобы выжить, неизвестно, как вы будет выстраиваться ваш путь. Но одно вы должны держать в голове, что вы должны уметь максимально много, уметь максимально хорошо. И не только уметь работать с библиотеками, и не только уметь записывать на рекордеры и заниматься постобработкой, но в идеале еще осваивать какие-то инструменты. Если не умеем работать с инструментами, то и приходят на помощь те же там контакт, библиотеки, и как музыкальную часть, как мат-часть техническую, как сведение, постобработка, все это в совокупе, конечно, и формирует нас, и дает нам результат, и формирует нас как независимого спеца. Ну, а вообще в идеале, конечно, круто, когда ребята выходят на какую-то конкретную отдельную нишу. Вот я вспоминаю себя, я тоже начинал, все у меня было в линейном звуке, выстроено. Возвращаемся к нишам и к игровой индустриям немножко, сейчас будем смотреть проекты, вот, я говорю, я тоже не понимал вообще, ну, на что мне сделать акцент, куда идти, то есть, мне вроде и там нравится, и здесь дергают, и здесь присылают какой-то первый там уже коммерческий проект, а потом еще и говорят, что он на ТВ, ого-го, ого-го, что же делать, то есть, ну, и глаза боятся, руки делают, ты делаешь, и в то же время, вот, дополню твой вопрос, точнее, ответ, касательно того, что мы должны наращивать, да, то есть, у нас должен быть вот этот чемодан, есть такой момент, когда мы вроде как уже, у нас все до автоматизма, вроде уже мы прям круто все видим, слышим, но, вот, чувство стиля, чувство вкуса, я по себе скажу, оно формируется только с опытом, чем дальше, тем сложнее проекты, тем они интереснее, тем они стилизованнее, тем у тебя, скорее всего, и команда, скилл команды растет, если ты с кем-то работаешь в долгосрок, да, вот, ну, на примере там своих же постоянников, там, motion designer, вспоминая, что мы тогда делали, вспоминая, что сейчас, да, то есть, какие-то новые команды, новые там клиенты сложные приходят, и ты понимаешь, что у тебя на этих проектах тоже возникают трудности, хотя ты уже работаешь, ну, не первый год, и ты такой, блин, ага, с чем-то связано, то есть, ты понимаешь, что тебе не хватает где-то действительно еще какой-то насмотренности, где-то опыта и конкретной прям задачки, да, и вот на этих проектах, конечно, опять идет буст, но буст идет уже именно как, наверное, я вот скажу, как саунд-продюсера больше даже, почему, потому что именно саунд-продюсер, да, ну, если там музыкально убрать, да, в принципе, везде, ну, или как режиссер, да, он видит, как его фильм, как его продукт должен выглядеть, и как та или иная сцена, соответственно, должна влиять, оказывать восприятие, да, на зрителя, тут то же самое, здесь мы уже наращиваем именно вот эти фишечки, то есть начинаем полировочку всех своих навыков, которые мы вот собрали за эти года, и вот здесь уже идет всякие такие тонкости и вкусности, которые мы действительно начинаем применять и закрепляем опять же, что, о, нифига себе, вот здесь я вот так вот оказывается смог, короче, это как Гордон, Мик Гордон сказал, ну, я не знаю, это его фраза, что типа поменяйте процесс, да, процесс, рабочий, чтобы получить более интересный какой-то или другой интересный результат, вот, и это очень важно, ребята, кто слушает, особенно те, кто уже в индустрии, потому что, я думаю, мы ничем не отличаемся, работаем все с одними и теми же нотами, звуками, вот, но уметь сделать круто, вкусно, ну, вот, как ты сказал, из топора конфетку, вот это надо, к этому надо стремиться, вот, это я дополнил, а вообще, в целом, я хочу, давай, наверное, по проектам, так немножко потрещали, по проектам пробежимся, у меня тут, ну, такие сумбурные вопросы, на самом деле, я накидывал, ну, наверное, что, кино перейдем, киноиндустрии, вот, ты показывал свои проекты, в принципе, можно немножко про кино поговорить, можно, в принципе, про коммерческие какие-то проекты, может быть, кстати, ты вспомнишь, какой-то интересный случай, интересный проект, ну, или вообще, последний, может быть, какой-то проект, можем посмотреть, тут, давай, ты рулить, ты гость, я даю тебе, а я буду подхвать, чтобы ты показал, может быть, чтобы ты рассказал и поделился с ребятами, ну, интересный, мы просто посмотрим, оценим, проанализируем, ну, раз уж мы начали про кино, давайте и продолжим про кино, а, кстати, фильм твой любимый, какой по саунд-дизайну, по звуку, или, может быть, ну, не самый любимый такой, который выделяешь, вспомнишь, навскидку, не звездные войны, пожалуйста, ну, так как я сейчас, знаете, как прокачанные баристы, которые любят странный кофе, я люблю, ну, уже обращаю внимание на всякие странные, да, ну, не совсем арт-хаус, потому что я могу в простом фильме, например, услышать интересные какие-то решения, то есть, вот, например, недавно я посмотрел какой-то индийский фильм трехчасовой, он называется как-то RRR, Олдовый или новый? Нет, вот, вот, недавно, в этом году вышел. Но я думаю, они уже научились там что-то доделать по-любому. Да, и он вот с точки зрения картинки такой сочный весь, прям яркий, с точки зрения звука, вообще там музыка, спецэффекты, все такое прям вкусное, классное, ну, хоть сюжет там, как всегда, всех, ну, все там летают, все, все кидают друг друга и танцуют, и поют, но, но вот именно какая-то вот эта музыка, вот, и общее ощущение этого фильма, оно, ну, прям, ну, такое масштабное, там, музыка качает, там, звуки все сочные, такие удары. Фильм назови. Сейчас я... Ну, или потом напишешь, ладно. Я сейчас найду, прям быстренько. Так, вопросы, вопросы, кто-то, ой, нифига, там уже, кажется, у нас чат. Давай, пока ты ищешь, я посмотрю. почитаю. Ну, ты говори, рассказывай. Рядом ревет революция, называется. Ох, ё-моё. Надо в чатик, в чатик написать. Ну, он, он, он прям классический, такой индийский фильм, кучу мемасов, вот, в интернете, среди таких мы видели, ну, вот, именно по звуку, он, вот, последнее, что я посмотрел, и прям такое, неплохо. Слушай, а я вот, знаешь, чё, я пересматриваю фильмы, иногда, и вот, последний, который я уже раз в пять, наверное, смотрел, но, ну, может, не последний, но, выделяю, прям, мне нравится фильм Выживший, он, такой, мне кажется, как и по кинематографу, легендарный, так и по звуку, ну, я думаю, все знают с Декаприо этот фильм. Кто не смотрел, или смотрел, но неосознанно, посмотрите и послушайте, наверное, не посмотрите, а послушайте. Это очень сильный, фильм по звуку, на мой взгляд, то есть я смотрел, помню, как-то переслушивал много там на акустике, чего, да, и прям до мурашек, там, моменты некоторые, а вообще, из последнего, вот, по проекту, я тоже делал, может, кто-то слышал, следит за мной, Пургаторин, это короткометражку, мы делали как раз с Егором Панковским в команде, нас собрал там режиссер один, и там вдохновение было фильмом «Маяк», вот на прошлом созвоне, которым пытался сделать, практически не получилось, хотел как раз показать, но «Маяк» в фильме, я думаю, много, кто тоже слышал про него, это такой арт-хаус, с Паттинсоном, да, с Паттинсом, и с этим, с гоблином, вот, и, короче, да, ну, я не скажу, что я прям восхитился, вдохновился, я вдохновлялся для работы, вот тоже совет, возьмите на заметку, кто так не делает, работа понравилась, понравился фильм, берете прям, читаете состав команды, смотрите, читаете историю, как происходило, потому что очень много приемов, очень много подходов, ребята, особенно кто из звука, ну, приходят к совершенно уникальным, удивительным решениям, удивительные фактуры звуковые находят, которые, соответственно, уже имплементируют, да, там, в кино, в игру, и это, вот это вдохновляет, особенно касается ребят, кто долго работает в звуке, в игрании, бывают у всех, и я ловил уже, вот недавно второй раз ловил, вот, но, спасает, вот такие вот штуки, вдохновляешься, когда читаешь, смотришь, общаешься, опять же, с людьми, и понимаешь, что, блин, ну, ты не можешь жить без этой индустрии, без этого вообще, то есть, это твое, и все встает на свои пути, так, ну, что, тогда, может быть, немножко поотвечаем на вопросики, кстати, кто здесь попал в чат, я так понял, у нас проблема с лимитом, но ничего страшного, там Леха сказал, что вещается стрим на YouTube, вот, поэтому я думаю, в любом случае еще запись будет, не переживайте, кто не попал, а те, кто здесь, можете продублировать в чатик, от войсового канала, а кто хочет задать войсом вопрос, пишите тоже в чат, текстовый, вот, можете дублировать сюда, я сейчас потихонечку начну, может быть, что-то с конца, наверное, буду читать, Interstellar, серьезный по звуку, да, Interstellar, вообще, пушка, и, понятное дело, тут без сомнений, классный фильм в плане саунд-дизайна, зеленый слоник, да, е-мое, ну, что за прикол, ну, я не знаю, кстати, я не оценивал, я тут недавно, ну, сколько, где-то полгода или год назад, тоже решил пересмотреть, восприятие же меняется, особенно с возрастом, вот, и решил жене показать, самое, это такое творение, это нужно уж, ну, мы так посмотрели, я уже смотрел вот так, просто глаза по полтиннику, думаю, бля, я не могу это досматривать, но, каждый, вот, может, как может, так, что еще, саунд-дизайн аниме, саунд-дизайн кино, реально, парни, пару слов про саунд-дизайн в аниме, можете сказать, ну, а что в аниме, может сказать, а в аниме, может человек из нашей команды, моей команды, вот, Алексей, он работает над подобными проектами, Алексей, технический админ в нашем дискорд канале. Лёш, ты здесь на связи? Да, я здесь. Расскажи, вот я читаю так вопросики, расскажи про работу с аниме. Я хочу, чтобы ещё кто-нибудь поговорил, а то я постоянно везде... Да, собственно, что я занимаюсь редизайном аниме. Вот сейчас Шаман Кинга одну серию переозвучил частично после Клина. И выдерживать её. Вот, правильно, ты сказал. Вот самое с этого нужно начинать. Стилистика в любой коммерции, в любом продукте есть. И, ребята, не нужно придумывать велосипед. Когда мы работаем с коммерцией, когда мы работаем с определённым жанром фильма, когда мы определённым жанром игры работаем. То есть мы не можем в казуальный продукт вставить АА-звуки и кричать, посмотрите, какой класс я сделал. Нет. И то же самое мы не можем вставить металлкор на рекламу маслорама. то есть, но это будет диссонанс. И тут то же самое в аниме. Это культура целая. Целая культура, я даже не знаю, что это, ну, мультипликации, наверное, да? Это больше к мультфильмам, наверное, относится стиль, жанр. То есть сейчас меня закидают тапками, блин, наговорю. Я могу тоже пять копеек насчёт аниме вставить. Но не совсем аниме как мультипликации, а именно игровой. Потому что мы вот доводилось нам работать с китайскими, прям, ну, исключительно китайскими играми, с китайским каким-то фольклором, вот с вот этой вот анимешностью. И вот поначалу нам было очень сложно, потому что мы со своим этим, ну, европейским ухом пришли и начали там делать всякие какие-нибудь удары в уши. Ну, как обычно, всё нормально. Нам говорят, нет, нам нужно здесь прям, чтобы на весь, прям с перегрузом всё там ударяло, звуки были прям жирно-мощные, сочные, чтобы все кричали, чтобы там всё было, ну, прям колбасу. Музыку я делал тоже для китайской игры. И там трек где-то на минус, минус 4 децибела РМС у него был. То есть они прям всё такое, вот у них прям... 4 это прям, ух, это даже покруче рэпа какого-то дерьмоенького. И что касаемо их каких-то своих именно звучков, очень прикольно, они с синтами работают. То есть такие неожиданные какие-то фактуры используют для неожиданных действий, что вот, ну, тебе... Если бы я это делал изначально, я бы подумал, что это совершенно не подходит. А вот в азиатском стиле там, типа, да нормально, вот оно, типа, ну, со временем привыкаешь и думаешь, что так оно должно звучать. Вот. В своё время я очень долго искал, как делается вот этот анимешный звук такой... Вот я только хотел его изобразить. Да-да. И для меня было открытием, что это было сделано с помощью, ну, там, ну, какого-то удара, реверба, и потом этот хвост реверберационный, он по печу, типа, его там куда-нибудь туда-сюда размотают. Реверс ещё, наверное. Да, и, ну, вот, и получается такой... Вот, и я такой, ничего себе, блин, как вот вообще, ну, взять, додуматься, вот так вот сделать, это вообще вот азиаты, они очень... Они где-то на другом уровне восприятия и слухового вот этого вот понимания, как должно быть. Так, ну, что тут ещё накидали? Топ-5 саунд-дизайнеров России. Ну, это, блин, такое... Я не знаю, честно, топ-5 саунд-дизайнеров. Просто тяжело выделять. Почему? Потому что, ну, правильно Игорь заметил, на мой взгляд, мы попали в переломную эпоху даже, я бы сказал, когда век технологий, когда у нас ещё в мире потрясение, когда рынок только формируется, когда есть уважение какое-то к звуку, которое только-только начинает, то есть значимость вот эту я прям чувствую на себе, то есть что я там 6 лет назад, да, делал проекты, и что сейчас. То есть топ, ну, как сказать топ? Ну, тот, кто, наверное, где-то набрал большое количество, там, премий, вот это и есть топ. Человек, который действительно делает качественный продукт, продукт этот отклик имеет, да, то есть люди играют, люди признают этот продукт. И вот я считаю такого человека топ. Топ может быть, ну, я, ты, там, в любой, вот, кто сейчас присутствует. А совсем выделять, я не знаю, ну, как бы, ну, не знаю. Мне кажется, мы все здесь равны, все делаем одно любимое дело, а письками меряться, как бы, ну, такое себе. Я просто могу показать продукт, который я сделал, но я вложил в него столько души, сердца и практики того опыта, который я, там, набрал за эти года, да. И вот я так вижу, и режиссер восхитился, и все посмотрели, кайфанули. А кто-то смотрит, ну, там, да, какая-то аудитория говорит, да, блин, ну, это говно, я бы сделал вообще по-другому, и это было бы мощнее, вкуснее. И, ну, вот как? Как выделять вот этого человека, который совершенно под другим углом смотрит? Но в то же время этот человек сделал, там, написал альбом для, там, Genshin Impact'а игры какой-нибудь, к примеру, да? Ну, и вот и как сказать. То есть, ну, тут как бы, ребята, топ, выделяйте сами, сами для себя, вот. Я бы даже еще добавил, что, ну, не стоит выделять каких-то конкретных людей. У всех бывает говно в жизни, бывают и успешные успехи. И также у всех есть, ну, не может человек делать постоянно суперкруто. Ну, по крайней мере, например, для меня есть какие-то определенные проекты у, там, у некоторых людей, которые мне нравятся, там, а остальное не нравится. Тот же Мик Гордон, например. Мне нравится, как он сделал, там, для Дума музыку. Как он сейчас... Я не уверен, он ли сейчас занимается саунд-дизайном к рутин, игра, но вот трейлер, который там, вот, звучит, звучит прям, ну, как мне кажется, что его сделал Мик Гордон, но я могу ошибаться. Но также мне, например, не очень нравятся его, там, какие-то прошлые работы, там, в Killer Instinct, например. Ну, такое себе, вот, мне кажется. Вот, Дум класс, вообще супер. Этот, Вольфенштейн, ну, интересно. Он интересный с точки зрения, кстати, интерактивной музыки. Я как-то качал... Вольфенштейн? Да, да, да. Я качал там мультитреки, и там прям у него по слоям всё это разбито. Очень интересно послушать. По-моему, даже на ныне незапрещённом сайте U-Torrent можно найти. Ой, на рутреке. Не знаю, не знаю, было говорить. Всё, забанили нам созвон наш. Короче говоря, я к тому, что есть... Я бы не стал выделять людей каких-то. Есть проекты интересные? Давай посмотрим тогда что-нибудь. Ты кидал что-то из моего? Из твоего, или что, мы к фильму пытаемся прийти, да? Ну, давай тогда короткометражку и... Давай, давай. Иркутские песни. Ну, давай-ка, коротенечко. Ты говорил, она там, по-моему, вообще на сколько там? Вон, полчаса идёт. Ну, полчаса смотреть не будем. Я так полистаю. Сейчас, по-клацую. Я его не смотрел, честно признаю. Да-да-да. Можно включить, например... Ты смотри, давай, расскажи для начала. Предысторию. Мы здесь собрались не только рассказать, подсказать, но и в целом на практике, на реальных примерах рассказать истории, как бывает. Потому что у меня таких хватает, когда мы делали там крупный проект для какого-то бренда одежды, снимали там, ездили ребята, команда в Японию, а потом выясняется, что они слились и не хотят вообще оплачивать нам проект. Хотя было много работы по музыке сделано, было там саунд-дизайн сделан. Я там как саунд-продюсер. В итоге на выходе музыку вставили другую, там звуки половину тоже. Меня просто поставили как саунд-продюсера и всё. И я такой, опа. Ну то есть проект вышел, они, допустим, там отвечали, во-первых, там раз в три месяца, да, по какому-то команду там по продакшну сделала, смонтировала, всё. Фидбэка нет, по звуку нет. Ну то есть совершенно разные истории. И в таких историях мы 100% ещё будем на других созвонов, созвонах, и я разборы на канал буду делать. Потому что, ну, я считаю, нужно делиться этим опытом, вот. Потому что всё это уникально, удивительно. Так, я чё, мониторю экран свой? Я тебя перебил, да, опять, извини, Игорюх. Ну, пару слов про этот фильм. Это новогодний иркутский фильм. Иркутские песни о главном он называется. История с ним случилась довольно, ну вот, как вот ты рассказывал, тоже не всё было гладко. Мне написали буквально где-то 20, в 20-х числах или 25-го числа декабря. Говорят, вот у нас фильм. Сейчас вот мы начнём тебе скидывать потихоньку сцены. И нужно сделать этот фильм до, ну, таким образом, чтобы 31 декабря, вот, перед Новым годом его показали по местному телевидению. Я говорю, ну, хорошо, там, сколько он идёт? Они говорят, ну, полчаса где-то. Я говорю, ох. Конечно, ну, считая, за неделю нужно было сделать получасовой фильм. И сделать его, причём, ну, полностью. Там был звук голосов с площадки записанной, на петлички, на пушку, где-то на камеру даже приходилось там вытаскивать голоса. И полностью вообще весь звук, все фоли, все спецэффекты, всё нужно было сделать с нуля. И, конечно, это были самые долгие несколько дней. Это первый твой проект такой большой? Или в кино первый проект? Ну да, да. Это самый большой, самый сложный такой кинопроект. И плюс ко всему, вот в таких условиях ещё нужно было всё это делать. Ну, хороший кейс. Подожди, ещё раз я пропустил. Откуда, кто на тебя вышел? Мне написал главный продюсер Буркала Продакшн. Это вот Иркутский продакшн. И мне прям вот Роман Буркала написал, говорит, вот мне нужен саунд-дизайнер. Я не знаю до сих пор, как он на меня вышел, откуда он взял мои контакты. Я думаю, Сарафанка. Она очень работает на подобный проект. Я причём, ну, не особо-то и делал какие-то заказы до этого, то есть, ну, там, на фрилансах и так далее. Единственное, что я в это время уже начал потихоньку вести Инстаграм, Ютуб, как-то вот везде мелькать, пытаться общаться. И, возможно, вот, ну, не то, что Сарафанное радио, а просто как вот... Сыграло что-то. А ещё Артмастерс я ещё на тот момент выиграл. Может быть, вот это что-то дало. Вот, так он это и сыграло, конечно. Артмастерс, у них же подвязы. Я помню, когда они только начинали, они у меня писали ещё, думаю, что-то сомнительная какая-то организация. Первый у них этот, рекламу, говорит, можно у вас купить. Я думаю, да ну вас нахер, кто вы такие? А потом смотрю, как все повалили туда. И у меня вот на тот момент, опять перебиваю, извини, мы как раз работали над Demon's King проектом. Может, тоже кто-то слышал игра. И там композитор мы, блин. Ой, если бы не моя память, я бы все имена помнил. Но я у меня с этим туго. Вроде работал с человеком, но вот не могу я запоминать людей. Короче, композитор, да, тоже решил поучаствовать параллельно. И взял там первое место, и они даже его партитуры потом делали, на его трек партитуры писали, писал оркестр, записывался живьём. И этот трек ещё и вставили куда-то там в фильм какой-то. Ну, то есть вообще пушка-пушка. Так что вот, ребята, участвуйте везде в движухах. Передаю слово. Да. И, собственно, вышел на меня продюсер, говорит, давай попробуем. Я говорю, давай попробуем. И первым проектом был клип для Сергея Трофимова. Мы можем его тоже там посмотреть. Давай посмотрим. Ну, давай, да, с него иначе. Мельком, так, там что, сделанный саунд-дизайн? А в начале там саунд-дизайнерский такой кусочек, ну, без музыки. То есть задача была в том, чтобы сделать максимально вкусный и интересно звучащий фотоаппарат, потому что он там вот играет немалую роль. То есть он запечатлевает всю историю людей, их судьбы. И нужно было сделать именно звук фотоаппарата таким интересным. Так, ну и... Ага. Ребят, напишите, да, есть звук. Если нет, поставьте плюсики. Сейчас включаю, тогда смотрим, что там такого интересненького. Сергей, пребываем в Иркутск через 10 минут. Спасибо. Спасибо. Ну да, я так и понял. Ну прикольно, да, вот этот звук, из чего лепил. Ой, там куча всего. Там, ну и обычный фотоаппарат, и какой-то взмах одежды в уши, и какие-то механизмы мелкие там, именно на самом вспышке. Там и механизмы есть стрекочущие. Ну я заметил, да, он такой многосоставный, вот этот лейринг из вот этих деталек. Я вообще люблю тоже такие штуки писать, делать, вот эти все маленькие, ну, тактильно-аудиофильные штуки. Они всегда, конечно, приятные. Особенно там всякие интерфейсы, если механ такие вот. Ну да, это еще со времен саудморфа, когда мы работали, то есть вот эта проработка мелких деталек у меня осталась, и с тех пор я... Так, окей, я понял. А что еще получается о фильме, ты тоже весь целиком его делал? Ну, я его делал не один, у меня на тот момент была небольшая команда, и там, ну, местами, например, там шаги делал вот один человек. Другой человек делал вот там на вступлении вот эти вот логотипчики. Ну, основу делал, да, ну, я. И финальный монтаж все это вместе лепил тоже я. И потом справки сидели, делали с главным режиссером, тоже мы всю ночь вдвоем. То есть финальный миг за тобой? Да, да. И сведения? Мастеры? Ну, и сведения, да. Да, ну, тут, конечно, спустя время, когда я слушаю и смотрю, столько всего хотелось бы переделать, доделать, но я пришел к руду, что это нормально, это значит, что есть рост, и когда ты слушаешь свои старые какие-то работы, это нормально ощущать их, видеть их не самыми хорошими. Так, ну, давай чуть-чуть посмотрим, полистаем тогда. Да, так, ребята пишут, пишут, что там по качеству, я думаю, поставлю поменьше, видимо, из-за этого у них фпска падает. Так. Полистать куда-то сразу или как думаешь? Ну, где-нибудь в середину можно перемотать фаляр, послушать, например. Ну, это песня. На каком основании? Мы свободны, Господи. Я лью кристалл, и шампан моё. Мечтал теперь май. Ух, въедливая гадость. То есть, например, вот сейчас вот эти всякие, как у него хрустит одежда, как мешок там за спиной, всё это где-то записывалось, где-то, опять же, в библиотеке использовались все вот эти вот движения, все шаги. Это вообще мюзикл, поэтому здесь много песен. Самый один из таких интересных моментов, он, по-моему, на 17-15. Улочком бродит человек со смущенной улыбкой. Может, я, а быть может, не я, а быть может, другой. Титрит, гастрит! Че нельзя на красный не проехали? Давай-ка лучше под радио поверим. И у нас есть звонок от радиослушательницы, которая хочет к кому-то обратиться. Дарья, мы вас слушаем. Алло, Денис? Денис, если ты меня слышишь, приходи на наше место. Я буду тебя ждать. Шеф! Ну, стой! А по узеньким улочкам бродит человек. Он ведь ищет кого-то. И кого-то найдет. Ну да, есть рукомастера, слышится, что чувак не с канала, да, какой-то звукорежиссер, там, Василий Снегирев, и за 50 лет уже, который сидит, там запылился, и лепит, лепит бесконечные эти сериалы, фильмы подобного формата. Вот, видно, да, что человек уже с новым каким-то взглядом пытался превзнести и сделать что-то интересное, вкусное. Вот. Ну, сразу видно, да, продакшн по звуку хороший очень. Сразу видно внимание к деталям, вот эти, акцент на тачке, форсаж, да. Ну, то есть, ну, прикольно, прикольно. Я ценю такие, такой труд, вот, не штампованную вот эту, потому что у нас явная проблема с русским кинематографом. Мало кто выделяет прям действительно и бюджет, и силы на звук. Обычно, вот, звукорежиссера посадили, он вам и музыку вставит, там какую-то слепит, и голос где сам запишет. Вот. Огонь. Там пишут, что чуть-чуть разницу по громкости между сценами слышно, но это вполне возможно, потому что это все настолько быстро делалось, настолько в попыхах, там много проблем и по голосу, по голосам, по равности звучания. И из-за того, что сцены делались отдельно, то есть там присылают сцену на три минуты, ты ее делаешь, ковыряешь, потом присылают тебе следующую, там на следующий день, например, а ты уже со свежим слухом начинаешь ее делать, и поэтому там происходят некоторые такие скачочки, и, ну, это был первый такой крупный проект, и настолько быстро, который нужно было сделать, поэтому, ну... Да ладно, ладно, что ты рассказываешь? Это нормально, это может быть, это бывает такое. С точки зрения еще интересных каких-то моментов, я... нужно будет там как-то пытаться найти момент, когда кто-то заходит в магазин, он постоянно... Это где? Сейчас вот чуть подальше, может быть. Вот где, перед тем, как, да, вот этот Дед Мороз появляется, это вообще мэр города Иркутска. Вот чуть пораньше, буквально на 5 секунд. Мужчина, вам. Как это там у вас называется? Тетрадочку, запишите. Коллега? Вот, и вот этот звук колокольчиков на двери. Можно еще раз его включить, обратить внимание. Тетрадочку, запишите. Коллега? С этим звуком была тоже отдельная история. Изначально там были, ну, обычные колокольчики, как вот мы слышим в магазин, когда заходим. Все, мы вставили этот звук. И главный режиссер говорит, ну, это такой должен быть звук, как между антрактами, какой-то гонг, что-то вот между раундами. Каждый раз, когда звучит этот звук, происходит что-то переломное в истории, в сюжете. И вот тогда началось вот эти вот придумки, какие-то поиски звуков. И я зацепился за слово режиссера про гонг. И я сделал, ну, взял гонг, вот этот вот, ну, здоровенный гонг азиатский, там, сумаистский. Я его запичил вверх очень сильно. И там, чуть-чуть поиграл еще, там, вверх-вниз, там, несколько вариаций этого звука. Ну, и сверху еще навалил какого-то волшебства, блестяшек. И получился вот такой вот звук. И тут еще очень важно было преподнести режиссеру этот звук, сказать, что вот, смотрите, я вот сделал здесь такой звук, использовал такие штуки, вот такая вот история, как бы вот под этим звуком скрывается. И режиссер такой, ну, слушай, блин, вообще классно, вообще нравится, да, да, то, что и хотели. Однокрылая муха, звук однокрылой мухи. Да, да, да. Я понял. Ну, слушай, да, прикольно, вот в этом и формируется как раз подход в работе, когда ты можешь из какой-то обычной сцены вроде вот сделать, заложить. Есть такие, да, запросов, много таких подобных для нас прилетает, когда мы хотим раскрыть сцену какую-то и режиссер еще акцентирует на это внимание. Я согласен с тобой. круто, что видишь, вот ребята из большого продакшена, как если подытожить, могут выйти совершенно рандомным образом на вас и одно, один можно сделать вывод, быть активным, вот и все. Будешь активным, прилетит сто процентов когда-нибудь что-нибудь. Точно так же на меня вышли, Москва вышла, музей, там, этот, 75 лет ко дню победы, у них там была медийная выставка, вот, большая, крупная, и там миллион картин, все они, вот, как, знаете, да, этот эффект параллакса, когда картину оживляют, и она там двигается, вот, у них есть такие медийные выставки, они решили сделать честь истории, туда-сюда, и там тоже, то есть, я удивлялся, нифига себе, такие чуваки, крупный проект, много музыки написано, написать нужно было, хотя я тоже у меня был долгий простой по коммерческой музыке, приходилось прям с референциями работать жестко, то есть, я составлял плейлист сначала, говорил там, вот так вот, потом там с аудио мы работали, точнее, с дикторами работали, долго тоже подбирали, и, да, запросов тоже совершенно такое большое множество различных вот этих комментариев, которые всегда нужно учитывать, вот, и наслаивать, конечно же, свой опыт, практику, потому что есть риск большой, особенно ребят, которые приходят с большим энтузиазмом в индустрию, не думайте, все, что все у нас завязано на творчестве, и мы тут скачем постоянно с колокольчиками, рекордерами, такие, эй, веселые, вот, классно, сейчас запишу, всем понравится, нет, нифига могут сказать, что за говно, а ты потратил целый день на эти звуки, поэтому тут много этапов, особенно на продакшене, и не только у Буркала, и у нас тоже на продакшене много нюансов, и лучше постоянно коннектиться с командой, особенно с командой, которая на стороне, которая присылает ТЗ и так далее, и все максимально подытоживать, что нужно и куда, чтобы собрать больше информации. Хотел бы добавить насчет, ну, вот интересную мысль ты подкинул, которую тоже важно, отнести к важным навыкам саунд-дизайнера, это умение слышать критику и возможность с легкой руки удалить все, что ты сделал там за день, например, вообще без сожаления все это, ну, все переделывать заново, и, ну, потому что такое будет, и такое случается, заказчики бывают разные, особенно, когда они не знают, что они хотят, вот тогда нужно быть готовым к тому, чтобы переделывать, слышать критику и удалять то, что ты так долго и упорно делал. Так, а я покажу, что, Пургаториан, наверное, проект, как раз, раз я о нем много говорю уже, последний, но это одни из последних сейчас проектов, были таких крупных, и как раз из кино. КОНЕЦ 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 Мне понравилось работать с ней, с этим проектом, хоть и не просто было местами, но творческий потенциал раскрыл я там максимально. Из интересного, что, этот, много, да, я вдохновлялся, смотрел, искал, как работали с маяком, чувак там писал, вот этот сам маяк писал, звук, вот этого, ну, если кто не видел механизм самого маяка, это большой-большой такой горн, и он звучит специфически, звучит очень странно, очень страшно, на мой взгляд, то есть, если посмотреть в Ютубе, прям введите, как он называется-то, ну, как-то у него свое название, какое-то эйр горн, не эйр, нет, ну, я думаю, найдете, маяк горн, может быть так, и в Ютубе, прям вот есть записанные видео, как они, как они прям запускаются, вот этот механизм, если старых маяков, то я прям вдохновился, но сама фактура звука мне понравилась, да, ну, и в целом, идея была как раз тоже сделать такую таинственную историю, а у меня еще до этого был подобный проект, где глубокое такое Dark Ambient дел в Spark and Dark игровом проекте, вот, и здесь я тоже за основу брал всякие такие интересные исходники, ну, вот, горния синтезировал, да, я прям сделал, сделал в Facelan'е какую-то вот эту характер, плюс наложил, подмешал туда бас, прям струн, с этим смычком я писал, может быть, кто-то видел, басовый звук писал, туда подложил, и получился, там сначала версия была сильно синтезирована, и потом мы говорим, давайте сделаем больше такого аутентичного звука, типа, олдового, живого, и мы перешли больше на саунд, к которому я пришел за счет старых, опять же, просьб к коллеге, я говорю, пропиши мне этот самый фагот, по-моему, или не фагот, как это, духовой, а, кларнет, кларнет, точно, писал он мне кларнет, и на фон я пустил, вот, слышали много вот таких вот там, вот этих там, где-то низкие растягивал, варпил, где-то высокие, вот, и, ну, не знаю, на мой взгляд, напишите, как, кайф-не кайф, получилось прикольно, но потом еще я выложу, я думаю, он вроде как уже презентация была, покажу и сделаю бэкстедж еще, потому что есть что рассказать, интересные всякие штуки, вот, такие дела, что там, вопросики сыпятся, давай еще почитаем, кто-то какую-то чушню пишет, кто-то нормальные вопросы, по классике, так, давай пробежимся сверху, кто-то еще там в ВК кидал что-то, какие сейчас есть возможности заработка на фрилансе из России, некоторые фриланс-площадки начали блокировать российских пользователей, есть ли возможность оплаты через Binance или другие крипто-кошельки, всем привет из Питера от всей души, привет, земляк, что, Игорь, ты ответишь, или давай ты, раз в гости буду подключаться, есть у тебя опыт вообще с фрилансом, ты говоришь, есть, да, большой опыт. Нет, как раз таки с фрилансом у меня опыт короткий, небольшой, еще в университете я делал как-то, ну, минусовки снимал, песни всяких. Короче, я что ответил, так скажу, что Binance, да, крипта сейчас еще работает на оплату, фриланс-площадки, был у меня, кстати, ролик на канале про фриланс-площадки, можете посмотреть, там как раз сложности какие, да, блочат, но блочат за счет того, что системы оплаты у нас поменялись, то есть PayPal не дает нам оплатить, даже те же там Soundly отказался, да, от оплаты классическим путем, хотя PayPal они котируют, то есть по классике нельзя, идите в жопу, PayPal можно, но PayPal для российских пользователей заблокировали, короче, вертимся как можем, этот вопрос уже не раз поднимался, и ребята, к сожалению, сейчас адаптируются к тем вариантам, которые сейчас есть, есть их немного, и все они в свободном доступе, Google помогает, сделать карту забугорную на кореша, открыть PayPal на кореша, получить с помощью крипты, но опять же, с той же криптой могу сказать, что закон чик сразу, все, оплата услуг криптой противозаконна, здравствуйте, рулите как хотите, я сейчас, у меня там парочку проектов прилетело, там, ну, от коллег что-то, да, там, на Binance прилетело, на этот Bitstamp, ну, они там так и висят, я даже до сих пор еще не уводил, есть еще, следующий этап, это вывести, не у всех площадок, площадок есть там возможность P2P выводов, кто это все не знает, обязательно читайте, изучайте, что такое крипта, это нужно, это важно, но не факт, что пригодится, но сейчас это одна из актуальных тем, чтобы быть на полову и в момент, когда тебе клиент говорит, а куда оплатить, я могу только туда-то, а ты говоришь, ой, у меня нету ни кошелька, ни хера, извините, но он скажет, ой, не знаю, ждать не буду вас, вот еще есть человек, который сделает, поэтому всегда быть на готове, вот, и кто-то, да, продав спрашивал, ну, для старта, ребята, вот, пишут даже, отвечают, любой секвенсор, который запомнился, который нравится, развивайте, прокачивайтесь с ним, главное, чтобы это были, ну, какие-то хотя бы на слуху и котирующиеся, опять же, в студии продакшена, да, где все знают, что такое Pro Tools, все знают, что такое Ableton, все знают, что такое Logic и тому подобное, и вообще, мы как специалисты, мне, допустим, несложно будет переучиться там резко на Pro Tools, я его так же открывал, так же, как и FL, так же, как и Ableton, так же, как и Reaper, сейчас у меня в топе это Logic и на Vindy это Reaper, у тебя, Игорюх, в чем ты работаешь? Я сейчас работаю в Reaper, ну, недавно, относительно, полгода на него перешел, потому что нужно было на последнем месте работы, в нем работать, а до этого работал в Cubase и перешел на него с фруктов, потому что тоже нужно было работать в том месте, в Cubase. Вот, а начинал с фруктов? Да, я думаю, все пиздюки начинали именно с этого, мы не исключение. По поводу пересматривай, спустя время хочется столько всего переделать, самая стандартная история, постоянно ловлю себя на этой мысли, думаю, подобная проблема почти у всех. Да, согласен, это классика жанра. Так, что тут еще? Картинка, картинка, пишут, пишут, пишут. Есть вопрос по звуку в играх РТС-жанра, есть опыт в этом? РТС-жанр, что за РТС, я что-то туплю. Игорюк, знаешь, что такое РТС-жанр? Стратегия в реальном времени. Точняк. Я что-то в формулировку такую. РПГ, а я с РПГ знаю. Есть у тебя такой опыт? Наверное, нет, или есть? Ну, мы делали, сейчас скажу, по Нарко игру для телефона. Ну, сериал Нарко. А. Вот там для телефонов было что-то типа, ну, стратегии. но там не сказать, что она чем-то отличается сильно от других игр на телефоне. Все точно так же. Все, звуки интерфейса, звуки победы, джинглы, музыка, голоса, ну, как бы каких-то... А, ну, есть, да, есть момент, например, что звуки там у нас не были широкими. То есть, из-за того, что план сверху, все перед нами, все вот такое, ну, небольшое, соответственно, и звуки были не суперширокие. Ну, что касаемо именно происходящего на поле боя, скажем так. А всякие интерфейсные и джингловые звуки все точно так же широко, весело и жирно. Топ-5 плагинов по твоему личному вкусу? Блиц. Да. Ну, если брать вообще плагины любые, и обработку, и синтезаторы, то это Serum, Faceplant, Multipass, SUS2. Мультипасс, это что? Это от тех же, от килогерцев, ну, от тех же, ребят, что и Faceplant. Да, это такой, ну, это плагин уже для обработки, который делит сигнал на полосы частотные, и ты можешь на каждую из полос еще навалить какие-то спецэффекты отдельно, то есть там, хочешь бас, чтобы у тебя там прерывался, там, на него кидаешь какой-нибудь чоппер, хочешь, как бы серединка фленджер была. Динамический, ну, этот мультибенд, только в этом, в старых Озонах, я не помню, в новых тоже, из старых было, я помню, вообще в пятом или в каком-то, ты на вот этом динамическом мультибенд компрессоре еще можешь на отдельные, участки, там, я не знаю, поправьте меня, может быть, я придумываю, но, по-моему, была такая штука, ты отдельно еще выбираешь, какую постобработочку на отдельный участок, да, вот это крутая штука, кстати, надо запомнить. И что еще? Еще два? Так, SUS, это, получается, сколько я сейчас назвал? Это четвертый. Ну, и от тех же, от SUS, от OEC, Sound, SPIF. Это, типа, транзиент процессор, только, так же, как и SUS, он работает на весь спектр частот, то есть, ты можешь выделять какую-то, ну, даже не узкую частоту, сложно объяснить, а, нет, блин, все-таки, я хочу еще один туда включить, шестой плагин, но, короче, SPIF, это транзиент процессор, спектральный, вот, назовем так, но то, как он работает, это нужно смотреть самому, просто, ну, невероятно полезная штуковина, смотрите. Обязательно надо поделиться, этот чатик потом, я думаю, скинут ребята. так, а че, ну, я не знаю, я могу тоже назвать, че у меня, да у меня по классике, я, компрессоры мне нравятся от Waves, я old, я как-то вот на них начал там работать, с динамической обработкой, но хотя штатные от Logic'а тоже очень люблю, уважаю, можно именно вот ту самую динамическую обработку сделать по характеру, которую я вот вижу, сразу слышу, вот, но большая часть там из Waves толка, дергаю и штатные. Потом FacePlan, да, тоже скажу, что в топе у меня теперь по синтам, потом по всяким модуляциям, скажу, что от Urbig Bundle, вот мне запомнился, он у меня куплен, очень крутой пакет, особенно там GrainPitch, вот выделяю, много кто с ним из именитых работает, а что еще скажу, ну, да и в принципе там по классике, наверное, всякие Valhalla, Favfilter, это топы, которые всегда под рукой. Отдельные подзадачи, ну, их озвучивать так точечно, я считаю, что нет смысла, и всяких приколюх там, по типу там, гранулярок всяких, квантры там и так далее, я думаю, это такое уже сугубо индивидуальное. Вот. Еще я бы хотел добавить в этот список внеочередной такой плагин, Galphos называется, тоже, ну, спектральный такой выравниватель звука, блин, сложно объяснить, как он работает, то есть, например, если у нас есть звук, у него есть свой какой-то слепок, не слепок, ну, видение, грубо говоря, как должен звучать звук по частотке, и, если у нас, например, там, глухой какой-то мы бумажку записали, глухо, наваливаешь туда Galphos, и он его выравнивает, там, причем не просто как эквалайзер, а именно в динамическом, динамическим образом, в то время, когда нету там, басов, например, он добавляет этих басов, когда, там, нету верхов, он добавляет этих верхов, также его можно сделать на, в режиме, как, ну, понижение этих частот, то есть, он, если что-то, там, какие-то, как это, господи, ну, резкие частоты, какие-то конкретные, вылазят, он их может подавить, короче говоря, Galphos тоже очень классный прибор, ну, кто-то пишет, да, Galphos, Satin, ProQ, ребята выделяют, тоже, Crotos, вот, пишут, что не юзайте, да, юзаем, ну, что, Crotos, ты готов купить, за сколько он там, тысячу баксов стоит, или 700, мне они давали как-то на обзоры, плагины, ну, я поюзал, я скажу так, допустим, Dehuminizer второй, мне не понравилось, у него есть четкая, прямо характерная черта по звучанию, ну, и ты сразу понимаешь, блин, ну, не для каждого проекта, а крутить, чтобы потом еще накрутить, ну, я считаю, что лучше брать тогда, с исходниками работать, чем вот эту модульную систему использовать, вот, вот, ну, так, в целом, да, прикольные штуки, у них есть там, рефейзер, реформер, реформер, да, то есть полезные, то есть для саунд-дизайна, действительно, есть плагины, много плагинов, которые ускоряют твою работу, там, упрощают в чем-то, конечно же, накрутить тоже там, движок самолета, либо какого-то космического корабля, проще и быстрее будет в плагине специальном, но, опять же, повторюсь, вопрос конкретно, в какие ты сроки работаешь, какие ты закладываешь там мощности, прайс, туда-сюда, наличие этого плагина, купленного у тебя или нет, то есть много факторов, которые нам сами подсказывают, что и как делать, и, конечно, зачастую мы приходим просто к обычному там синтезу, если мы понимаем, как работает модульный синтез, и сами там с вейфтейблом поработаем, поизучаем характер звука, и сделаем там свой движок, вот, кстати, там сейчас на канале выходили ролики, там у меня видосы из портфолио витали, и там где-то был у меня проект с движком, там масло какое-то арабское, вот, и там тоже машина такая, ну, вроде как 3D-шная, модельная, но, тем не менее, движок мы хотели сделать какой-то уникальный, там, ну, и вот проще мне было поработать, изучить там двигатель и синтезировать свой, либо подмешать, там, я уже не помню, по-моему, микс какой-то делал, поэтому, да, все юзают все, вопрос, что актуально в тот или иной отрезок времени, вот, а там еще какой-то вопрос, ну, такой он, олдовенький, точнее, ну, такой стартовый, для, для, по классике, достаточный для начала мониторных наушников, аудиокарты и пары микрофонов, очень часто новички, да, спрашивают, я хочу, чтобы ты ответил тогда. Я скажу, что микрофон, короче, не, начну с мониторинга, лучше сначала заиметь хорошие наушники, как правило, вместе, ну, как правило, их можно воткнуть в звуковую карту, потому что, ну, типа, вход там в таких, типа, дорогущих наушниках, там большой джек, который втыкается в нормальную карту, короче говоря, нужна карта, нужна карта, нужны наушники, но не потому, ладно, все, не потому, что там джек другой, а потому что карта может позволить тебе работать гораздо с большими частотами дискретизации, нежели встроенная в компьютер, короче говоря, нужна карта, нужны наушники, и, собственно, для начала этого хватит, потому что, ну, можно и не записывать звук, можно использовать в библиотеке, многие пишут и на телефон, и неплохих результатов добиваются, поэтому поначалу хватит и звуковой карты. У меня много проектов коммерческих было, где я вот на телефон писал вообще в легкую. Да, но проблема лишь в том, что сейчас с такими ценами наушники, ну, если раньше можно было купить там за 20 тысяч, ну, вот, Sennheiser HD 650, 50-е, которые считаются, ну, как бы, признанным, общепризнанным стандартом в звуке, то сейчас они, что, по-моему, я последний раз смотрел, там около 40 тысяч вообще стоят, и... Ну да, да, согласен, да, ну, на самом деле от возможности всегда отталкиваться. Ребята, конечно, на старте задаются этим вопросом, и это очень важный вопрос, конечно, с точки зрения технической части, а что нужно. Но я скажу так, я сидел на табуретке с одним макбуком, с наушниками, и, в общем-то, все. И этого мне было достаточно, чтобы дерзать, кайфовать, и стараться, стремиться, чтобы я вот сидел сейчас в своей студии, вот и все. А тут уже думайте сами, главное не заморачиваться, и не вбивать себе в мозги, что, чтобы делать хорошо и круто, нужно, значит, дорогое, крутое оборудование, да нифига. То есть, я с любым поспорю. Конечно, если мне дать микрофон SM48, и какой-нибудь Ньюман за миллион, понятное дело, речь не идет, то есть, да, о качестве, я вам не выкручу Ньюманский звук на там SM-ке 48-ой, но тем не менее, записать в контексте задачи, и на SM-ку можно там в Voice так хорошо, да, и в Mix уложить его, что это будет по уровню, ну, не лучше, а просто вот такая, вот такой характер будет, и все. Так что, да, я предлагаю, что тогда завершать наш диалог и заключительное такое сделать завершение, скажем так, нашего непонятного, непонятного либо подкаста, либо созвона, либо диалога, либо коллаборации с ребятами. Короче, давайте разберем какую-нибудь работу, одну посмотрим, а все уже остальные, я думаю, там, про игровую индустрию и какие-то еще вопросы перенесем на следующий созвон. Я думаю, что он был полезным, он был интересным, и по классике мы будем стараться делать частенько. еще решим вопрос с доступами, потому что у нас ограничение оказалось по созвону, но хорошо, что стрим есть. Так что, ребята, у кого есть работа какая-то, кто нас сейчас смотрит и хочет фидбэк какой-то, давайте разберем вместе, проанализируем, дадим респект, либо это начинающий, либо уже кто в деле, но в идеале, конечно, что кому-то, кому нужна это доп-мотивация, поддержка и конструктивная критика. Я надеюсь, такие тут есть. Вот. Подождем немножечко, пять минут, а если никто не поделится, значит, никому и не нужно. Так, ну что, я тебе Блицев, может, еще... Так, любимая игра, лейринг или синтез, ты ответил? Ну, лейринг. Все, игра любимая. А, господи, Dying Light, так, фильм, фильм ты уже назвал. Но это не любимый, это последний, который я, который мне понравился, а любимый фильм «Пятый элемент». О, прикольно, «Пятый элемент». Ну, кстати, тоже там есть, чего послушать, сто процентов. Так, давай про игровую, хорошо. Три важнейшие черты в игровой индустрии, которые нужны именно для работы в играх. Саунд-дизайнеру? Да. Так, значит, блин, чтобы выделить конкретно игрового, скорость работы, наверное. Вот, уже. чувство стиля, пускай будет так. Есть. умение коммуницировать со всей практически командой. да, кстати, я вот у меня, принцип, примерно что-то в подобном, ключи в голове и вертелось. все. Так, что еще? Все, вопросы закончились. Ну, что-то уже скинули. Ну, вот как раз что-то там грек, грек, грек. А, кстати, это, по-моему, мой ученик учился у меня. Давай посмотрим. что-то будет. походу нет. Ну, я сразу скажу, что, стиль выдержан, юайки, аккуратность, бэкграундная музыка, баланс выдержан. В общем, сказать, будет здесь больше нечего. Что добавишь, Игорюх? Да, собственно, все, все ты правильно сказал. Ну, простецкий проект. Хорошие. Да? Да, самое главное, я думаю, в таких проектах, вот, как раз таки, выдерживать стиль и не придумывать ничего. То есть, та информативность, которая заложена в этот ролик, она должна соответствовать звуку. Звук должен аудиофильно подчеркивать, приятно воздействовать. Здесь по музыке все good, по звуку все good. Самое главное в таких роликах это именно то, что происходит на экране, чтобы зритель понимал, о чем речь. то есть, это, ну, типа, как эксплейнер, можно сказать. И тут речь не о звуке, о каких-то интересных решениях, о том, что было понятно, кто хочется донести заказчику, грубо говоря. вот Гриша пишет звук солнца на синтезаторе серу. Молодец, Гриша, прокачался за время. Я так понимаю, курс-то ну, прилично уже давно закончил. Двигаешься, респект. Вот Гоша по утки, по-моему, тоже у меня учился, вот не помню, ну, что-то скидывает. Можем посмотреть. Интересно, что коллега скажет. Кстати, что посоветуете для создания UI звуков? UI, кстати, что-то использовал, Используешь, Горюх? Да, любой синтезатор, ну, опять же, как я и говорил выше, это серум или фейсплант. Фейсплант, он более гибкий для вообще, в принципе, саунд-дизайна, там можно неограниченное количество модуляторов всяческих запихнуть, поэтому, я думаю, наверное, все-таки в большинстве случаев можно и его использовать. Да, на самом деле, да, для UI-ек это простая история с точки зрения выдержки просто стилизации, все, а любой синтезатор имеет кучу пресетов, как в ST, так и аналоговые, там, ну, или полуаналоговые, вот, Артурия, у нее есть, к примеру, и свои пресеты, и так, то есть, ты можешь покрутить что-то, и в целом, как бы, этого хватает. Конечно, есть отдельные плагины для UI-ек, но я уже не вспомнил. На обучение, помню, что-то там у меня есть в обзорах, типа там, таймфлюкса, по-моему, какого-то, типа того, там такие UI-ные штучки можно делать, sci-fi-ные, прикольные. Так, кто-то скидывает еще sound design, cutscene из Dark Souls, но я думаю, что прям конкретно и коммерцию, у меня есть мысль сделать полноценный потом созвон с ребятами, со всеми, ты, Игорюха, тоже приходи, мы сделаем, я думаю, командой экспертов, не только там кого-то одного позовем, а прям соберем приличное количество ребят и будем оценивать прям обзорчики, делать на коммерцию, прям свое экспертное мнение, потому что видение у каждого свое, но тем не менее есть какая-то базис, которую, я думаю, все придержатся. Ну, давай еще какую-нибудь работу посмотрим. О, с Ютуба передают привет от пацанов с Oxygen Street и парням из TSP Алоха. Прикольно, это ребята, с которыми я играл на одной сцене рок, фанк-рок мы играли. Огонь. Прикольно, я давно их не слышал, не видел. Так, ну вот, Гоша скидывает что-то и что-то еще с Зорн. Давай тогда две рома. Так, ну вот, на оценочку трейлер игровой, который сводил дизайнер по звуку. Музыка не моя. Голос буквально выдавливал. Очень плохие были исходники. К сожалению, и потом, и при том, будто записывались на разные микрофоны разных помещениях. Давай, окей, посмотрим, заценим, что там. Люблю, конечно, оценивать работы, где весь постпродакшен и музыка, и саунд. Там прям прикольно. Сразу можно понять, насколько у человека еще и, ну, именно видением музыкального оформления. Аниме. Музыка не моя. Музыка не моя. Музыка не моя. Это моя. Музыка не моя. Музыка не моя. Музыка не моя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А оказывается это основа основ То есть поэтому вопросов к Саше нету А к проекту коммерческому есть Я вот как саундпродюсер, если бы я работал, я бы поругался и сказал бы Нет, давайте по-другому сделаем Да, согласен, музыка, она прям на переднем плане Как будто это история больше про музыку, нежели про саунддизайн Ну да Но, короче говоря, ну не совсем понятно там вот детали всякие вот эти вот Ну вот, кстати, Саша и пишет, что я уточнил, что музыка немая, она здоровская, но тяжело было работать как раз из-за ее динамики Да, есть такие моменты, но тут, как я обычно делаю, ну то есть динамически стараюсь хотя бы там работать больше с сайдчейнами и акцентировать, стараться хотя бы там той же автоматизации где-то чуть-чуть, когда ты ее глушишь, да, буквально там на какой-то фрейм сцену Уже по-другому восприятию идет, почему? Потому что у тебя чуть-чуть балансом что-то вылезает еще больше, да, какое-то окружение, ярче, сочнее слышно А сильной просадки по музыке нет, то есть если хочет режиссер, чтобы она постоянно фигачила, то, соответственно, good Но вот эти моментики можно учитывать и там немножечко филигранно, скажем так, вот работать Ну это такие, да, тонкости, это с опытом опять же приходит, но зачастую нужно просто ребятам, кто работает в звуковой индустрии, стараться аргументированно рассказывать, как будет лучше, если вы будете уверенно и аргументированно рассказывать То есть, ну, что можем получить в подобной, скажем так, подходе работы, да, ну и вообще показывать, да И для сравнения хотя бы ребятам, которые вообще, вот они хотят ролик, да, там они, у них нету команды профессиональных там ребят, кто со звуком занимается Ну вот они хотят вот этот трек, они сами не знают, что они хотят И поэтому иногда им просто нужна клиентам, заказчикам помощь экспертного мнения, опять же То есть, и ничего страшного, если оно будет расходиться У меня часто бывает даже, там, с теми, с которыми уже, ну, вроде там, бывает, конечно, и новички там начинают рассказывать какую-то непонятную дичь Ну, понятное дело, со своими попроще договориться, но, по крайней мере, ты сразу можешь сказать Не, давай-ка так-то так-то попробуем хотя бы, я понимаю, я понял твое, но ты хотя бы можешь объяснить, что вот здесь эмоционально вот этот аккорд 100% лучше играет И показать, к примеру, да, вот здесь это лучше работает, чем твоя версия Но опять же, это, конечно, нужно смотреть, что за проект, вот Ну и что, последнее, наверное, что-нибудь бахнем Там вот как раз скидывал Гриша Ну, по-моему, ты уже эту работу кидал сколько можно Или это другая какая-то Уже засветился везде Тут, я так понял, и музыка, и спецэффекты, собственно Ну, дорого-богато звучит Даже учитывая, что все вот эти вот говняния дискордом, звуком И то, что все в моно, все вполне себе круто звучит Что, кстати, говорит о транслируемости Один из важных моментов Да, не, мне тоже нравится этот проект Я, по-моему, скидывал уже Вот, пожалуйста, человек научился, кстати Вот учился у меня Я вообще за каждого горжусь Кто вообще приходил ко мне и не постеснялся Не побоялся Прошел путь и двигается дальше Вот, у каждого свой путь Но, тем не менее, ребята, вон, это уже давно Давно помнят, знают меня Приходят, общаются, класс Показывают что-то Короче, респект тебе Как всегда, работа твоя Да, вот эта крутая Вот, молодец Двигайся дальше Так, что еще, что еще сказать Да, я думаю, все, хватит уже и так на два часа Хотел на час сделать Я думаю, что созвон был крутой Полезный Это только начало Разгон Пишите обязательно Респекты Ребятушки Давайте поднимать дискорд наш Рассказывайте про него Давайте делать добрую, открытую индустрию Общаться Обмениваться опытом Самое главное И каждый может проявить себя Написать мне Договориться о следующем созвоне Если у кого-то есть что-то Что рассказать Поделиться опытом Вот Я буду очень рад только Потому что Не только я что-то Пытаюсь, да, там Но вот кто входит в дискорд канал Уже там включается в чатики Обменивается опытом Отвечает, помогает друг другу Это уже весомый вклад Вообще не только Просто вы кому-то помогли Этот человек поможет Еще кому-то потом Расскажет Там о каком-то полезном созвоне Человек, который там Грузится, у него не получается Он придет, пообщается Вдохновится Начнет делать что-то То есть, ну Вот так устроен мир И поэтому Не стесняйтесь Будьте открытыми Не надо сидеть Вот как мы уже с Игорем обсуждали В своих норках И нажимать там на клавиши втихаря И ни с кем не делиться Вот Так что все, ребятушки Был Рад И обязательно Вот скажите спасибо Игорю Кто выделил время Потому что Игорь, тебе респект Ты крутой У тебя свой интересный Крутой путь И я надеюсь Что мы с тобой на связи будем И ты продолжишь дальше Покорять мир саунд-дизайна Скажи пару слов Спасибо большое В завершение Спасибо, Антон, что позвал Что организовал такую встречу Очень приятно видеть Столько заинтересованных людей Каких-то лет пять назад И вообще подумать не мог Что столько людей Будет заниматься Саунд-дизайном И интересоваться им И делать такие крутые работы Хочу сказать, что Я всегда на связи В случае чего Вы можете мне там тоже Отсылать свои работы Что-то там Подсказать Я всегда готов Всегда открыт У нас касательно связи Да, есть фидбэк Чатик В Дискорде Если что Залетай туда Там ребята скидывают работы И каждый, кто вот может Дает фидбэк Я иногда залетаю туда Тоже там Клацаю Обязательно Теперь я буду чаще Зависать в Дискорде Спасибо тебе Вот Ну все, ладненько Давайте тогда закругляться Все, всем пока Рад был слышать Всех Вперед Будем гнать дальше Пока-пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok